Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, я не устаю постоянно задаваться вопросом о конвергентной эволюции. Это когда животные на разных континентах совсем не похожи генетически, но имеют бросающиеся в глаза внешнее сходство. Помимо прочего, они повторяют друг за другом способы защиты от враждебного окружающего мира. Вот и наш сегодняшний редкий гость, хоть и является, согласно генетической экспертизе, хорьком, скорее похож на американского собрата вонючку. Встречайте африканского хорька, или сориллу, или зариллу – хищное блекопитающее из нашего любимого семейства куньих. Кстати говоря, американских скунцев тоже долгое время относили к этому безбашенному семейству, однако теперь они именуются в честь себя любимых. Итак, название этого зариллы переводится с испанского языка как «лисенок» или «лисичка» – зорро. Милое, на первый взгляд, существо не имеет ничего общего с лисами, а его милый внешний вид весьма обманчив. Прописался наш зорро на территории Африки, южнее Сахары, за исключением экваториальных регионов. Хорек скунс приспособлен к существованию в саваннах, полупустынях, редколесьях, болотистых и гористых местностях, однако избегает густых лесов, селяясь в основном на окраинах лесных массивов. Явное предпочтение зарилла дает сухим травянистым саваннам. Внешне этот хорек, как я уже намекнула, напоминает скунса. Длина тела до 40 см, хвоста до 30 см, вес около килограмма. Самцы крупнее и тяжелее самок. Длинный коричневатый мех украшен четырьмя характерными продольными белыми полосами. Они проходят через всё туловище от головы до основания хвоста. Три небольшие белые полоски расположены на лицевой части. Одна тянется через лоб, а остальные по бокам головы выше глаз. Эдакий костюм испанского Робин Гуда. Рацион африканского мини-супермена состоит исключительно из пищи животного происхождения. Зариллы охотятся на мелких грызунов, в первую очередь на крыс и мышей. В меньшей степени они поедают змей, ящериц, птиц и амфибий. Молодёжь оттачивает свои охотничьи навыки на насекомых. Кстати, африканские хорьки часто нападают на домашнюю птицу, где сами же и становятся жертвами собак и кошек. Тем не менее, им, как и всем куньям, подарили скилл бесстрашие. И они совсем не боятся людишек и часто встречаются поблизости городских поселений. Итак, почему же этот хорек столь грозный? Вы уже точно догадались, что у него есть особое секретное оружие, украденное африканскими шпионами из сверхсекретных американских разработок. Речь идёт о химическом оружии. Зарилла омладает способностью, которая может обратить в бегство самых свирепых африканских хищников, ну или просто пресечь на корню любое понебратское отношение к своей особе. В минуты гнева хорек поворачивается к обидчику задом, поднимает хвост и выстреливает в него струёй едкой зловонной жидкости. Точность стрельбы очень высокая. С расстояния 3-4 метра он без промаха попадает в глаза нападающему, вызывая временную слепоту и удушье. Выигранного времени ему вполне достаточно, чтобы скрыться в ближайшем укрытии. При его отсутствии он падает на землю и притворяется мёртвым, как настоящий опоссум. А это уже вторая украденная американская разработка. Кстати, ролики про животинок с американской пропиской есть в плейлисте «Животные Америки». Зариллы ведут одиночный образ жизни. Они одиночки и избегают контактов со своими сородичами и не отличаются территориальностью. Границы своих владений, однако, несмотря на то, что не защищают, метят фекалиями и выделениями душистых желёз. Кстати, Зарилла отлично плавает, быстро бегает и даже лазает по деревьям. Несмотря на свои умения, она охотится преимущественно на земле, а на деревья зверьки залазят чаще всего во время вынужденного бегства. Хотят любви то ли хорьки, то ли опоссумы преимущественно осенью. Есть весьма пикантный факт — спаривание самочки и самца может длиться от 60 до 100 минут. Это довольно много для животных. Щенки африканского хорька рождаются в период с октября по март, через 6 недель беременности и в помёте 2-3 детёныша. Вес новорождённых Зарилляд всего 15 грамм. Зарилиха рожает один помёт за сезон, но если щенки умерли в раннем возрасте, она может принести ещё одно потомство. Продолжительность жизни Зариллы в неволе — в среднем 15 лет. Зариллы частенько используются африканскими людишками вместо кошек. Конечно, после предварительного удаления вонючего секрета. Эти микросупермены довольно неплохо приручаются, собственно, как и наши обыкновенные хорьки. А как Вы думаете, на кого больше похож Зарилла — на хорька, скунса или жиопоссума? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.